Всем привет! Это Ксения, вы смотрите канал Multilingual Blog, и в этом видео я хочу рассказать вам про известных и уважаемых французов. Французская газета Le Journal du Dimanche, буквально воскресная газета, каждый год публикует список 50 уважаемых французов. Кто их уважает? Сами французы. То есть французы голосуют, и потом газета публикует этот список. В этом видео я хочу посмотреть с вами на 5 первых мест, на людей, которые занимают 5 первых мест, и также еще на некоторые имена из этого списка. Нет смысла смотреть весь список пункт за пунктом, потому что там есть актеры, даже известные нам, русским, как, например, Жан Рено, Жан-Поль Бельмондо. Итак, начнем. На первом месте в 2018 году был Жан-Жак Гольдман. Я буду называть сначала, кто он такой по-французски, потом буду переводить на русский, чтобы и ваш французский тоже подтянулся, пока вы смотрите это видео. Жан-Жак Гольдман и шантер, композитер и продуктер. Безумно популярный музыкант, певец и продюсер. И он уже много раз возглавлял этот список. Он написал текст или музыку для огромного количества известных музыкантов, среди которых Силен Дион и Патрисия Касс. Также он писал музыку к фильмам. И пишет он уже много-много лет. А что больше всего нравится французам, как рассказал мне мой знакомый француз, так это то, что он ведет тихую, спокойную жизнь. На телевидении появляется очень мало, не лезет никому со своей точкой зрения. И за это его очень уважают. На втором месте находится актер Омар Си. Вам наверняка он знаком по фильму «Один плюс один» или «Интушабль». Но он прославился еще до этого. В течение многих лет он выступал дуэтом вместе с Фред Тесто. И изначально Омар Си – «умористы». Вообще в этом списке очень много «умористы». Это по-русски, наверное, мы скажем, ну, можно сказать, юморист, или человек, который занимается стендапом. С тех пор, как Омар Си снялся в «Интушабль», он снялся еще во многих других французских фильмах, и в голливудских фильмах тоже, в «Трансформерах», «Х-мен» и других. Третью строчку занимает Даня Бун. Он актер, юморист, реализатер, сценарист и продуктер. А по-русски актер, юморист, режиссер, продюсер. В театре он тоже работает. Он снял и сыграл в огромном количестве очень классных фильмов, которые я вам очень советую. Начните с «Бенвенюшлэшти», а потом можете посмотреть «Суперконтрьяк», «Радин» и прочее. Они все очень классные, веселые, чтобы провести пару часов в приятной компании, скажем так. « subscribing» «Да, я понял. Да, я понял. Да, я пойду. Когда я возьму своя лобочка, я вас познкнула от там». Я вам говорю? Не знаю. Например, «Алло, это Анто, я принял ли вы документы в ракеты. Я понял? Да, я не буду браться. Я вас позвольте. Вот, я вам говорю. Я говорю. Что я имею? На четвертом месте молодой, но очень обещающий футболист Кильян Мбаппе. Ему всего 20 лет, но за его плечами уже очень много наград. Если вас интересует, почитайте в Википедии, я не специалист. Кильян Мбаппе играет за Paris Saint-Germain. И на пятом месте у нас Spassionautes français по имени Thomas Pesquet. Прежде чем я расскажу про Thomas Pesquet, хочу обратить ваше внимание на вот это слово Spassionautes. Русских космонавтов называют космонот, американских космонавтов называют астронот, а французских космонавтов называют Spassionautes. Итак, Thomas Pesquet, французский космонавт, он известен тем, что он провел 6 месяцев на Международной космической станции, которая по-французски называется L'ISS, Station Spatiale Internationale, но когда вы берете аббревиатуру, получается ISS. Он был выбран из 8 413 претендентов. Он прошел обучение и потом полетел на полгода на космическую станцию. И когда он был на космической станции, и после тоже, он очень активно занимается продвижением науки, особенно среди молодых. Он устраивает разные встречи и беседы, и рассказывает школьникам и студентам о важности образования, о карьере в науке, о Европе, о международных отношениях, о равенстве и о том, как важно заботиться о нашей планете. Тома Пескей очень активен в социальных сетях, так что вы тоже можете на него подписаться и следить за новостями французской и вообще мировой аэронавтики. В 2017 году вышел комикс под названием Dans la combi de Toma Pesquet в костюме Toma Pesquet. И в этом комиксе рассказывается его история как раз с момента отбора, обучение, 6 месяцев на космической станции и когда он вернулся на Землю. Отличный вариант, чтобы познакомиться с историей этого космонавта. Если в вашем городе есть институт французский, и там есть медиатек, очень советую вам туда записаться и взять, посмотреть этот комикс. И другие комиксы тоже. Кто еще фигурирует в списке les personnalités préférées des Français? Из тех, кто известен нам. Как я уже сказала, там много актеров. Там есть Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Jean Renaud. Первая женщина, которая появляется в списке, это Sophie Marceau на 16 месте. Певица Милен Фармер тоже есть в этом списке. И теперь хочу назвать еще несколько имен, которые вам, возможно, неизвестны, но которые бы хорошо знать. Во-первых, это Стефан Берна. Если бы в русском языке был определенный артикль, то это было бы самое время, чтобы его использовать, потому что он историк. Как будто историков больше во Франции нет, но он самый главный историк. Когда нужно прокомментировать какое-то событие с исторической точки зрения, приглашают Стефана Берна. Он специалист по королям и королевам, то есть он комментирует всякие королевские свадьбы. В общем, все, что касается истории, это вот, пожалуйста, к Стефан Берна. Он ведет программу «Секрет de l'histoire», которую обязательно нужно посмотреть. Понравится, не понравится, вы уже решите сами, но, по крайней мере, будете знать, что вот такая программа есть. Если Стефан Берн — это историк, то Мишель Симес, который находится в первой десятке, это доктор, главный доктор Франции. И ведущие разных программ приглашают его, чтобы задать вопросы, касающиеся медицины. Мишель Симес — главный доктор Франции. Еще хочу упомянуть одного человека, который в течение многих лет занимал первое место. Это актер и общественный деятель Колюш. Я уже рассказывала о нем в посте в своем блоге, когда говорила про французов и солидарность. Это человек, который боролся за то, чтобы жизнь бедных слоев населения стала лучше. Он организовал сеть общественных столовых «Les Restos du cœur», которую можно привести приблизительно как не рестораны, а столовые, сердечные столовые, примерно вот так вот, куда немущие люди могут прийти и получить еду. Они работают с октября по март, и с каждым годом, к сожалению, туда приходит все больше и больше народу. Также он положил начало фестивалю «Les Enfoirés». Это такой сборный концерт, в котором участвуют практически все те люди, как раз, которые попали в этот список 50 уважаемых французов. И каждый делает что-то свое. Кто-то поет, кто-то ставит какую-то сценку. Все деньги, собранные с продажи билетов, идут в организацию «Les Restos du cœur». Очень хороший такой был человек, и до сих пор его французы с теплотой вспоминают. А на сегодня это все. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Список 50 известных французов я добавлю в описании. Посмотрите, если интересно. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о следующих видео. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok